Десятилетнюю годовщину смерти Алисы Дебольской в органном зале, который носит ее имя, решили отметить именно так, музыкальным приношением. Алиса Федоровна посвятила филармонии 12 лет своей жизни. Это был трудный, напряженный период, вспоминают коллеги, но в то же время, самое приятное, она любила приходить на работу, где постоянно звучала музыка. Мне кажется, вот ее незримое присутствие, оно здесь остается, у нас по-прежнему светло, у нас по-прежнему звучит музыка, у нас все больше с каждым днем слушателей, благодарных, искренних, любящих музыку. Я думаю, Алиса Федоровна довольна нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ботросль культуры своей малой родины, отмечают сотрудники филармонии. Алиса Дебольская сделала немалый вклад. При ее непосредственном участии и в период, когда она занимала руководящие посты в администрации города, появились концертный зал фестивальный, выставочный зал, ныне художественный музей, сочинское училище искусств, которое сейчас называется колледжем, дерево дружбы. То есть такие места, такие учреждения, которые сейчас процветают, это ли несчастье, когда дело, которому ты отдал свои силы, жизнь, душу, не просто продолжается, но и расцветает, и развивается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА